Пытание поспеховой уборочной кампании для Беларуси стратегичное. Александр Лукашенко сегодня провел республиканский селектор. Видеоконференции такого масштаба еще не проводилось. На связи абсолютно все 118 районов Украины. Губернаторы, старшины райвы Конкаму, их наместники по Галине, керевники господарок. Сам формат размолвы – не новая практика. Под час уборочной на рахунку кожная хвилина и оттягивать працевный пул на переезды просто нема часу. А сама тема вельми актуальная. О глобальном харчовом кризисе сегодня говорить на всех узровнях и на самых буйных международных плясовках. Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Подчеркиваю, абсолютно неопределенная. Если откровенно говорить, мы не знаем, что будет завтра. И это самое опасное. Многие говорят о том, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаем себе вопрос. А вдруг? И если голод, вы знаете его последствия. Поэтому нам надо собраться. Господь подарил нам прекрасные погодные условия в этом году. И мы должны этим воспользоваться. И в-третьих, что немаловажно, я бы сказал, очень важно. Мы в этом году, если сработаем хорошо, можем прилично заработать и поправить экономику сельского хозяйства. Словом, ситуация очень серьезная. И я бы сказал, чрезвычайная. С точки зрения организации работ на селе. Для нашей краины уборочная кампания за усёды – тема номер один. Задача неизменная – забеспечить харчеванием усё насельництва и зарабить запас. Прогнозы на сёлятний урожай высшейшие за летошнее. Планка по зерневым – 10 миллионов тонн. Всё для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть. В Беларуси выращен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Хотя нынешняя страда будет непростой. Погода всё-таки преподнесла нам определённые сюрпризы. Немало полёгших посевов. Массовая уборка в этом году началась на неделю позже обычного. И нужно использовать каждое мгновение, чтобы сделать всё в технологические сроки. Также на время жатвы преподает второй укос многолетних трав, уборка льна, посев пожнивных культур и сев озимых. Поэтому в короткий промежуток времени необходимо кардинально ускорить все процессы с целью обеспечить и качественную заготовку кормов, и уборку зерна без потерь, а также готовиться, как я уже сказал, к посеву озима. Виды на урожай хорошие. По заверению специалистов прогнозируется, что валовый сбор зерна, включая рабскую кукурузу, сурепицу, составит порядка 10 миллионов тонн. Непосредственно на Гомельщине убрать хлеб плануют за 22 сприяльные дни. Удельничать у сёлетней уборочной кампании будут амаль 1300 комбайнеров. У всех, кто заденеченный в уборцы нового урожая, смогут добро заработать. В Пауднево-Усходнем регионе распрацована система премирования механизаторов и водителей на отвоз цезерня. При жадании за сутки можно будет заработать до 200 рублей. Гомельская область готова до уборки хлеба. Великих пытаний у Няма за веру президента, старшиня Гомельского облаканкама Иван Крупко. Угосзаказ по рапсу уже выполнен на 34%. Всего госзаказ по колоссовым 94 тысячи. До 1 сентября обеспечим выполнение угосзаказа по колоссовым до 15 августа по зерну рапсу. На оставшую уборку будет 1024 комбайна с нагрузкой 310 гектаров. То есть мы за 22 погожих дня уберем урожай, который сегодня стоит. Имеется 253 зерноочистительных сушильных комплексов. На сегодня 15 из них не будут участвовать. 238 будут принимать участие в работе. 228 готовы. Готовность 96%. У целом у республицы контролюющие органы выявили головные проблемы. Не глядячи на такую повышенную увагу, многие господарки завалили под рыхтовку до компании. Сегодня это простой техники у самый важный час. Усяго факты низкой готовности установлены у 130 господарках.